Организация деятельности на основе принципа прозрачности и удовлетворённости граждан является нашей главной стратегической целью. Так было заявлено во время медиатура в Бакинское главное таможенное управление. Было отмечено, что главным критерием, показывающим успешность мер по совершенствованию работы таможни, является уровень удовлетворённости предпринимателей. Наши основные цели и новшества основаны на принципах прозрачности и ориентированности на граждан. В результате реализации конкретных проектов, применения тех или иных подходов, мы контролируем уровень удовлетворённости предпринимателей. До представления данных проектов уровень удовлетворённости предпринимателей составлял 20-25%. В текущей ситуации показатель составляет от 91 до 93%. Это наша вторая встреча с медиа в этом году. И новой целью в следующем году является увеличение частоты и продуктивности подобных встреч. Главным таможенным управлением установлено, что значительная часть операций относится к группе с низким уровнем риска. И принцип добровольного соблюдения позволяет ускорить таможенное оформление. Это, в свою очередь, побуждает предпринимателей следовать данному принципу, поскольку сокращает затраты времени. Анализ таможенных операций предпринимателей выявил, что 60-65% таможенных операций относятся к группе с низким уровнем риска. Вне зависимости от того, какая группа с низким, средним или же высоким уровнем риска, оформление занимает примерно одинаковое время. Мы постарались ускорить таможенное оформление для предпринимателей, имеющих дело с операциями с низким уровнем риска и следующих принципов добровольного соблюдения. В результате срок оформления декларации, которая раньше занимала 48 часов, снизился на 70-75% для таких предпринимателей. Автоматизированная система анализа рисков АРАС начнёт функционировать с января. Система, использующая алгоритмы машинного обучения на основе искусственного интеллекта, обеспечит быстрое пересечение границы грузами. Кроме того, специальный интегрированный центр по видам услуг, начавший работу в этом году, создал условия для оказания услуг в единой и электронной форме. В результате количество электронных обращений в главное таможенное управление за 9 месяцев увеличилось с 17 до 63%. Также ускорен процесс оформления. Склады, где осуществляется таможенный контроль, определяются автоматизированной системой. Информация о времени въезда, транспортного средства, склад отправляется предпринимателями по СМС и груз передаётся владельцу в течение двух часов. В результате проведённых за последние годы в таможенной системе реформ руководством управления принимаются во внимание даже самые мелкие проблемы. Делается всё возможное, чтобы все работы и процедуры проходили оперативно и в соответствии с законодательством. Это позитивно сказывается на работе компаний, поэтому я выражаю свою благодарность за это. В зависимости от вида работы и группы риска, время оформления декларации снизилось как минимум в 3-4 раза. Достаточно всего полдня для таможенного оформления товаров. Сейчас здесь происходят фантастические изменения. Мы можем назвать это технологической революцией, потому что если раньше товар оформлялся за 3, 5 или 7 дней, то сейчас этот процесс занимает всего 35 минут. Процесс таможенного оформления осуществляется бесконтактно, то есть товар перевозится через границу. При этом нам предоставлен зелёный сектор в соответствии с принципом добровольного соблюдения. Товар доставляется с границы в наш собственный склад. Мы предоставляем таможенную декларацию, и в течение 30-40 минут даётся команда на загрузку партии. Настолько всё просто. Всего лишь за несколько кликов происходит обмен информацией с таможенным органом. Государственный таможенный комитет применяет искусственный интеллект, и у нас есть большие ожидания. И если нет какой-либо рисковой ситуации, то инспектор уже не участвует в этих процессах. Среди предпринимателей был проведён онлайн-опрос удовлетворённости. Для этого использовалось специальное приложение. Своё удовлетворение предоставляемыми таможенными услугами выразили 97% представителей бизнеса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!